Музыка Земля, поцелованная Богом, когда-то говорили об этом городе. Кронштадт. Его название подобно залпу орудий. Это форпост западных рубежей Великой России, город славы военно-морского флота, город, в котором жил и служил великий молитвенник, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Музыка Музыка Город Кронштадт расположен на острове Котлин и прилегающей к нему более мелких островах Финского залива. Существует легенда, согласно которой шведы при высадке на остров Русских поспешно бежали, оставив на костре котелок. Этот легендарный котелок изображен на гербе Кронштадта. Музыка От слова «котел» как будто и происходит название «котлин». На самом же деле, котлин назвали так потому, что даже на старых картах было видно, что горловина Финского залива, восточнее острова, похожа на котел. На островке, отсыпанном на отмеле к югу от острова Котлин, Петром I в 1703 году, был заложен форт Кроншлот, который перекрыл для потенциального противника главный фарватер, ведущий к устью Невы, где строилась новая столица империи – Санкт-Петербург. В 1723 году с закладкой центральной крепости город Иванович. Крепость на острове Котлин по повелению Петра I стал называться Кронштадт – Крон, Рона, и Штад – Город, Коронный Город. С началом строительства гавани и каналов жилых губернских домов в 1717 году была построена первая городская церковь, освященная во имя святого апостола Андрея Первозванного. И такое посвящение не случайно. Андреевский флаг развивается на кораблях российского военно-морского флота и является его символом. Именно в этом храме произошло знаменательное событие в истории российского флота. Впервые был совершен чин освящения Андреевского флага. К 1817 году храм перестроен в каменном виде. А позже для служения в Кронштадт прибудет молодой священник Иоанн Ильич Сергиев, который прослужит в этом соборе 53 года, станет не только его настоятелем, но и всенародно любимым и почитаемым святым, которого весь православный народ знает как праведного Иоанна Кронштадтского. В 30-е годы собор взорвали. Теперь рядом с этим местом стоит часовня во имя Тихвинской иконы Божьей Матери, как в надежде на то, что храм еще вернется. Символом Кронштадта по праву является морской собор во имя святителя Николая Чудотворца. Он олицетворяет значение Кронштадта как колыбели русского флота и является достойным памятником выдающимся деятелям морского ведомства и погибшим при исполнении служебного долга. Расположен он на главной площади города Якорной. Многие годы площадь служила складом огромных старых якорей, оттуда и произошло ее название. Архитектор, строивший этот храм при его сооружении, за основу взял Софийский собор в Константинополе. На строительство морского собора к 1913 году было потрачено около 2 миллионов рублей. Деньги выделялись из государственной казны и огромными были личные вклады жертвователей. Большие суммы, в частности, жертвовал на морской храм батюшка Иоанн Кронштадтский, но сам он не дожил до торжества освящения собора. Кронштадтский пастырь имел откровение, что кончина его наступит тогда, когда этот огромный храм будет подведен под купол. Этот этап строительства собора настал в 1908 году. Действительно, вскоре последовала мирная кончина батюшки Иоанна. Главный морской храм России был трехпрестольный. Центральный предел был освящен в честь святого Николая Чудотворца, правый во имя преподобного Иоанна Рыльского, в честь небесного покровителя, святого праведного Иоанна Кронштадтского, левый в честь святых апостолов Петра и Павла. Собор поражал огромными размерами и великолепнейшей отделкой. Роспись сводов и стен имитировала частью мозаику, частью фрески. Пол из мелкого мрамора в тонко-медной оправе был украшен мозаичными фигурами морского царства, рыбами, медузами, морскими растениями и корабликами. Замысел создателей храма заключался в том, чтобы символически внизу морского собора было море, а наверху небо, то есть те две стихии, которые в дальнем плавании созерцают моряки. До 1929 года собор был действующим. Затем кресты, колокола, внутреннее убранство и памятные плиты были утрачены. В храме в разное время находились дом культуры, киноконцертный зал, филиал дом офицеров. Сегодня морской собор вновь принадлежит церкви, и в нем ведутся активные восстановительные работы. В Кронштадте жили, служили, работали, приходили и уходили на военных кораблях, на торговых и пассажирских судах люди самых различных национальностей и верований. Еще по указу Петра I для строительства фортеции и жилья на острове Котлине были направлены работные люди со всей России. Конечно, среди населения преобладали военные, моряки и сухопутные. Здесь даже есть собор, который в старину был полковым для всех сухопутных войсковых подразделений Кронштадтской крепости. Главной святыней Кронштадта до сих пор является Владимирская икона Божьей Матери, написанная по приказу Петра I специально для закладываемой морской крепости в 1703 году. Во время боевых действий она находилась на передних рубежах обороны города. Именно перед ней молились защитники крепости о даровании победы русскому оружию, об укреплении Отечества, армии и флота. О том, что эти молитвы были услышаны, мы знаем из истории Кронштадта. Никогда нога врага не ступала на эту землю. «Да славится в храме всем имя Божие и при чистой Богородице до скончания века», сказал святой праведный Иоанн Кронштадтский на освящении крестов Владимирского собора. Слова великого праведника оказались пророческими. В годы воинствующего без Божия храм неоднократно пытались взорвать, но, хотя и с сильными повреждениями, собор выстоял и дождался своего восстановления, став флагманом возрождения православия в Кронштадте. Слова великого праведника 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 Слова великого праведника